В Центральном доме художника открылся фестиваль «Первозданная Россия». Архивное фото Москва, 18 января РИА Новости. Общероссийский фестиваль природы первозданной России в пятницу в шестой раз открылся в столичном центральном доме художника и до 18 февраля станет главной фото-выставкой живой природы и площадкой для семейного отдыха. Наша задача оставить этот мир грядущим поколением таким же первозданным, настоящим, таким, в каком мы бы хотели, чтобы жили наши дети, внуки и в дети и внуки. Это та Россия, которую, конечно же, должен знать и любить каждый гражданин нашей страны, заявил на открытии председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. 1 ноября 2018 года, 16 часов 09 минут ученые рассказали, когда исчезнут последние нетронутые уголки природы, как добавил почетный президент Русского географического общества Владимир Котляков. Главная задача фестиваля увидеть, понять, познать и полюбить Россию. Для этого общество выставило работы ИВ. Фотоконкурсы «Самая красивая страна». Также своими рассказами поделятся известные путешественники, пройдут географические викторины. Семейный отдых, как отметила глава фестиваля Тамара Пантелеева, фестиваль станет площадкой для семейного отдыха, большая программа предусмотрена для детей. Так, они смогут увидеть лучшие отечественные мультфильмы. Кроме того, в детской зоне пройдут познавательные занятия, откроется город мастеров, где детям покажут различные виды декоративно-прикладного искусства и научные представления. 11 января, 8 часов ровно заповедные места, что вы знаете о красивейших уголках России. В течение всего фестиваля дети под руководством организаторов творческой мастерской будут строить природные зоны России из дерева, бумаги, глины и населят их животными. Будет создана активная творческая обстановка для детей, которые придут на фестиваль, добавила Пантелеева. География и фотография при этом в 2019 году первозданная Россия станет своеобразным интерактивным учебником географии и будет поделена на несколько природных зон арктические пустыни, тундру, леса тундру, тайгу, лес, лесостепь, степь, полупустыню и пустыню. Второй раз в выставке фестиваля принимают участие победители Всероссийского конкурса детской фотографии. В этом году в конкурсе приняли участие более 2,5 тысячи школьников из 86 регионов России. Победителей в нескольких номинациях определяло жюри, в которые входили известные фотографы дикой природы. 13 сентября 2018 года, 10.00 заповедные земли России Космос Сибири, путешествие к плато Путорана Затерянный мир, сердце Сибири, загадочный и недоступный, без этих эпитетов обычно не обходится ни один рассказ о расположившемся на северо-западе Среднесибирского плоскогорья горном массиве плато Путорана. Кроме того, гостевой выставкой фестиваля станет в этом году экспозиция, представленная фотографами Ассоциации охраны дикой природы Китая. Посетители первозданной России получат возможность познакомиться с яркой экзотической природой Китая. Фотообраз староверов одной из самых интересных выставок первозданной России станет в этом году выставками «Россия сегодня о жизни» Агафьи Лыковой, самой известной отшельницей России семьи старобрядцев, которая живет одна в глуши в первозданных лесах Хакасии. Организаторы сообщили, что авторы снимков журналисты агентства Вера Костама и Илья Петалев ездили на экспедицию в Сибирь зимой 2018 года и сняли уникальную серию о том, как человек может жить в отрыве от цивилизации, наедине с дикой природой.